Это информационная бомба. Возбуждение уголовного дела по 287 статье Уголовного кодекса и особенно публикация части материалов расследования всколыхнули информационное поле Беларуси. Лучше бы и не знать, что такие параграфы в законодательстве существуют. Впервые в истории Республики Беларусь расследуется дело о создании незаконного вооруженного формирования. Как есть, так есть. Здравствуйте. Статья крайне серьезная. Давайте рассуждать. Для чего в спокойной Беларуси может понадобиться частное войско? Если речь не идет об уголовщине, то остается только борьба за власть. В условиях нашей страны частным порядком вооружить получится лишь небольшую группу. И если кто-то на это решится, то явно не для потехи. Бросить их на силы правопорядка, учитывая их степень готовности, будет громким и бессмысленным самоубийством. Значит, понадобится более уязвимая цель. Мы с вами. При таком использовании и правильной медийной поддержке группа боевиков может быть максимально эффективна. Наверняка найдутся те, кто назовет их мучениками и борцами. Только суть от этого не изменится. Шесть лет назад мы уже сталкивались с тем невосполнимым вредом, который могут приносить даже одиночки, если они одержимы насилием и вооружены. Формирование это уже куда серьезнее. Следствие продемонстрировало арсенал, изъятый в ходе оперативных мероприятий. Выглядит устрашающе. Правоохранительные органы максимально сработали на упреждение, не допустив развития более острых обстановок с точки зрения всех этих организаций. Потому что в данном случае вопрос больше юридический, чем философский или какой-то брендовый. Здесь нужно было действовать четко, может быть даже и жестко с точки зрения или со смыслом не дать раскрутиться ситуации уже в безвозвратное состояние. В мирных целях не учатся подрывному делу, не учатся тактики ведения боя, не учатся тактики нападения на правоохранительные уровни, на государственные учреждения. Прозевать появление незаконных вооруженных формирований государство не вправе. Украинские события продемонстрировали нам катастрофичность такого упущения. Соседи заплатили за это тысячами жизней, сотнями тысяч беженцев. И список еще не закрыт. А сколько преступлений остаются безнаказанными. Сегодня украинские СМИ сообщили, что одобрена экстрадиция в Беларусь Даниила Ляшука. Правда, после того, как он отбудет срок наказания в Украине. Там суд отмерил ему 10 лет лишения свободы. Уроженец Беларуси Ляшук отправился в Украину и примкнул там к сомнительному вооруженному формированию под названием батальон торнадо. Фамилию сменил на прозвище Маджахет. Следователям потом пришлось долго разбираться с подвигами этого воина и его коллег в зоне АТО. В списке признанных судом преступлений Ляшука и других экс-торнадовцев похищение людей, изнасилование, вымогательство. Сомневаюсь, что они вели бы себя более гуманно, будь у них шанс поучаствовать в каком-нибудь незаконном вооруженном формировании на территории Беларуси. Вот почему нельзя допускать даже малейшей такой возможности. Как есть, так есть. До свидания.